Доброго времени суток, дамы и господа! Сразу же поздравляю вас с наступившим 2023 годом и желаю всего хорошего! Поздравления, итоги года были вчера уже высказаны на ютубе, кто хочет, может глянуть. Сегодня речь пойдет о наградах за Мифик Плюс, именно о полезной вашечке, которая позволит просто-напросто собрать все воедино. Обсудим изначальные награды, которые у нас вообще имеются в Мифик Плюсах. Мы там получаем звание, мы получаем маунта за 2000 рейтинга, но помимо этого у нас еще имеются интересные награды. За 2400 рейтинга мы получаем возможность максимального апгрейда вещей с Мифик Плюс. За очки доблести мы улучшаем их до 415-го итем-левела. Доблесть нужно использовать с умом. Также, закрыв 20-е ключики, мы получаем порталы к этим подземельям. И как мы прекрасно знаем, на текущий момент у нас имеется 4 актуальных подземелья и 4 подземелья старого контента. Если мы обратимся к нашей книге способностей, то увидим, что различные эти подземелья раскинуты по разным вкладкам. Так, например, путь героя Dragonflight содержит в себе ТП-шку в Академию Алгитар, Лазурное хранилище, также Рубиновый омут и Накхуд. Надо закрыть их, да? Далее у нас имеется квартал звезд во вкладке Путь героя Легион. Во вкладке Путь героя Warlords of Draenor имеется текущая актуальная Некрополь Перерывочной Луны. Я испытания на Войне закрывал, поэтому на ДК просто по новой пролутываю все эти порталы. То есть у меня их нет с Дренорских испытаний, поэтому получение Некрополя для меня в новинку на ДК. И вот так вот щелкать по различным этим вкладкам, это как-то, ну, долго, это затратно, это не забиндить по-нормальному. Поэтому я хочу предложить вам замечательную Викауру, которую мне скинули наполовину переделанную, а я ее, собственно, уже сделал, довел до ума до конца. Для того, чтобы вообще Викаура, в принципе, отобразилась, мы могли телепортироваться к подземельям. Нам нужно открыть вкладку подземелья, подземелья с эпохальным ключом, и тут сверху будут иконки. Вы же, конечно, можете это переместить куда угодно, и кликаем, идет каст, мы телепортируемся в квартал звезд. Идет каст, мы телепортируемся в Некрополь. Идет каст, мы телепортируемся куда? В лазурное хранилище, тут в Академию. То есть просто кликая по картинке, мы делаем телепортацию. Вот она Викаура сама по себе. Раскрою ее вот так вот, плюсики, накликаю. Все данжи абсолютно имеются. Можно перемещать как весь блок, так и отдельно различные эти данжики. Можно повытаскивать, поперетаскивать. Также можно настроить, например, отображение. Сейчас я найду, где это делается. Вкладка группа, заполнение. И мы можем поменять так, как нам угодно. Например, вертикально по центру. И это уже вертикальная полоса, которую приятнее может быть, например, кому-то кликать. Но мне как-то приятнее вот так вот кликнуть справа. И пусть тут будут эти картиночки. Само собой, я закину эту вашечку в виде текстового документа в свой архив. Архив чуть-чуть обновлю. И ссылка на скачку архива с разных источников будет в описании к этому видосику. Поэтому, разумеется, гляньте описание к видосику, если вам нужна эта Викаура. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.